А Трамп, похоже, ступил на тропу войны с прессой. Отношения американского президента с журналистами настолько обострились, что дошло до скандала. Почему конфликт, который, казалось бы, затих, вспыхнул с новой силой, и чем это грозит Америке? Дмитрий Анопченко знает детали. Мужчины в смокингах, дамы в вечерних платьях. Раз в году Ассоциация журналистов, аккредитованных при Белом доме, собирается на большой ужин. Присоединялся всегда и президент. Выступал с речью, поднимал бокал за дружбу с прессой. Но сейчас впервые в этом зале его нет. Он вообще не в Вашингтоне, а в Пенсильвении, в городке Гаррисберг, на встрече со сторонниками. Казалось бы, сама по себе поездка – уважительный повод нарушить традицию. Но Дональд Трамп признается – покинул столицу специально. Большая группа голливудских актеров и вашингтонских СМИ утешает друг друга в зале одной из гостиниц нашей столицы. «Собирались на ужин ассоциаций корреспондентов при Белом доме без президента. И ничего не может не радовать меня больше, чем нахождение за 100 миль от этого вашингтонского болота. Намного, намного больше аудитории и с гораздо лучшими людьми». Это можно было бы не обсуждать публично, но Трамп не таков. Заявляет с трибуны, мол, после его поступка, вашингтонские СМИ теперь в состоянии стресса. И снова и снова обвиняют журналистов в создании липовых новостей. Сами корреспонденты вступают с Трампом в заочный диалог. «Это наша работа – сообщать факты и заставлять лидеров отчитываться. Вот кто мы. Мы не фейковые новости, мы не СМИ-неудачники, мы не враги американского народа». Но президент считает именно так, сообщает сторонникам. 89% всех публикаций о работе его администрации – негатив. И ссылаются на соцопросы, мол, это сами американцы полагают, что новости больше не имеют ничего общего с реальностью. Вашингтонские СМИ – сами часть проблемы. Их приоритеты – не мои приоритеты, да и не ваши, уж поверьте. А пресса, раз уж Трамп ее игнорирует, мстит. На трибуны зовут пародиста с его вариантом президентской речи, в которой шутки о преклонном возрасте и о привычках главы государства. У обитателей Белого дома в разные годы бывали стычки с прессой. Но это никогда не выносили на публику, никогда еще конфликт не был таким острым. По обе стороны фронта надеялись, что со временем все утихнет, президент остынет, пресса станет конструктивнее. Но сегодняшний день показал – примирения не будет. И впереди новые обвинения друг друга, и новое разоблачение. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала «Интер».